итак ребята в общем диман ух ты блин диман впервые залез шурф и смотрите что он откопал да ладно да он сзади даже с крепежом охренеть ну по окислу по окислу видно все-таки наверно все таки медь да медь наверно они серебряные офигеть вот и бомбанул вот и бомбанул шурф да вообще не прям тока зашел на шурф юфты были нас охран какой ю мою михалыч вообще расстроиться потому что ты залез туда куда он закончил не вес богу 0 он в другую сторону копал ой какой красавчик а за отличная стрельбу это у нас николай ребята вообще бомба до не иметь или латунь а сейчас давайте расскажу о том что отыскалась на этот раз в руки нам попалась нередкая но и не частая находка копателей знак за отличную стрельбу из винтовки один из наиболее массовых нагрудных знаков российской империи история знака началась с указа императора александра второго 1879 году объявлено в приказе по военному ведомству об установлении особого металлического знака для ношения на правой стороне груди в поощрении отличных стрелков всех частей пехоты и кавалерия и для наружного их отличия до 1909 года имел одну степень изготовился из бронзы и представлял из себя круглый диск с рельефными кругами виде мишени с надписью по окружности за отличную стрельбу и двумя скрещенными винтовками наложенным на мишень на оборотной стороне знака имелись четыре антабки для крепления к одежде чуть позже их стало две высочайшим повелением николая второго 1909 году были введены три степени этого знака знак за отличную стрельбу нижних щенов имели три степени первая высочайшая степень состоит из вентилевого изображения имени государя императора с императорской короной наверху окруженный лентой с выпуклой надписи за отличную стрельбу вторая степень состоит из кружка желтого металла по размеру в 20 раз меньше круглой мишени с двумя перекрещенными на поверхности его винтовки из круглые выпуклые надписи того же цвета за отличную стрельбу третья степень младшая состоит из такого же кружка но только белого металла и с такой же надписью как у второй степени знаком награждали с нижней чины победившие соревнования по стрельбе лучшие по стрельбе на состязание в первый раз награждался знаком за отличную стрельбу третьей степени во второй раз знаком второй степени в третий раз знаком первой степени. Знак положено было носить на правой стороне груди. Каждая степень знака присуждалась только один раз. Если солдат был награжден знаком двух или трех степеней, он обязан был носить все эти знаки один над другим. Количество неизвестно. Знак за отличную стрельбу из винтовки был один из самых массовых знаков в Российской империи. В силу этого невозможно даже приблизительно назвать количество изготовленных знаков. Знаки отличались видом мишени, вариантами винтовок. Наиболее ранние варианты изображались в винтовке системы Бердана, на более поздних винтовке Мосина. Вот такая вот интересная находка отыскалась в ночном шурфе. Ну а сейчас возвращаемся и продолжаем искать желанные находки. А они у нас сегодня еще будут. Приятного вам просмотра! Александр кричит, что он красавчик. Бегу к нему. Ребята, я действительно красавчик. Я ходил, всякую хрень там собирал. Пацаны из серебро. Ой, это самое, тягает медь. Там вообще класс, все такое. О, бачком нормально. Я ходил, хрен знает, что собирал. И переместился в судовод. И вот смотрите, что. Да ладно, портретник, что ли? Не видно, Сань. Вот звезда, ёпты! Звезда! Охренеть, ёпты! Красавка! Вообще огонь! Смотрите, сохран 22-й. Ай-яй-яй, смотрите! О, блестяшка какая! Дим, на вот по три, на камеру там поиграй. Фух, а Рустика нету, да? Рустика ушел? Рус, я чемпион! Я бы сказал, но он камер работает, конечно, плохо. Вообще огонь, смотри какой, а! Красавчик, да! Красавчик! Звезда! Полтинник. А, полтинник нашел. Середний полтинник, 24-й. На, держи! Ребята, шу-шу-ху! А тут, наверное, еще есть! Ха-ха-ха! Ладно, ребята, отключаемся пока. Ждем следующих находок. Классно! Что там у нас, находка уже? Что там, Жень? Рассказывай. Что видно? Да ничего не видно. Двушка советская. Советская двушечка. Бежи. Ну, пойдет. Ты опять сверху, понимаешь? Да? Вот они опять вот идут с отвала вот с этого вот. Блин, у меня экран, блин, потевает прям махом. Только что протер, блин, уже потевает мне. Влажность повышенная, прямо дышишь. Прям пар изо рта. Но нам жарко. Ладно, продолжаем. Ну что, ребят, наконец-то у меня тоже находка. Ну, находку хочу вам показать то, что это царская копеечка. А год... Сейчас мы год с вами посмотрим. Нет, не пос... А, что-то 80... 1885-й, что ли? Да, 1885-й год. Вот такая-то копеечка в темноте, в мраке. Малыш, у меня устал уже. Да, Кенгуль? А, малыш. Он уже готов идти спать. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, у меня силы на исходе. Как-никак, я вот здесь уже третий день. И вот хочу показать, какие находки у меня были. Вот такое количество советов. Я вам не демонстрирую их. Ну, ничего серьезного. Пятнашки, двадцатки, двушки, копеечки. Вот как-то так. Работа кипит у нас. Пойдет? Пойдет. Итак, ребята, на этом я, наверное, закончу сегодняшний видеокоп именно этого видеоролика. Ночь была шикарная тем, что находок было предостаточно. Фундамент взорвали классно. В общем, выстрелил зачетно. Какие находки поднял я, не все не снимал. Так что завтра утром я вам продемонстрирую, что отыскали. В принципе, самочувствие хорошее. Две ночи копаем. Но все равно я решил отдохнуть. Потому что завтра продолжим копать. И завтра снова будут находки. Так что до завтра. Утром завтрак и снова на коп. А пацаны продолжают. Потому что они приехали только вечером. Сил у них полно. Я бы мог бы их поддержать, но все-таки решил о здоровье подумать. Так что спокойной ночи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok